Почему жители городов никогда не видят птенцов голубей? А вы когда-нибудь задумывались, почему на территории крупных городов мы никогда не видим голубят? Каждый день на улицах мы наблюдаем сотни, а то и тысячи взрослых пернатых созданий, но где же они прячутся, пока не выросли. Будьте уверены, птенцы существуют, а тому, что мы их не видим, есть хорошее объяснение. Отчасти это связано с тем, где гнездятся птицы. Голуби строят свои гнезда в местах, напоминающих пещеры и скалы. Это в них говорит кровь предков, которые жили у берегов Средиземного моря. В мегаполисах голуби строят гнезда в любых подобных местах. Под подоконниками, на крышах, под мостами. В крупных городах люди построили много отличных искусственных скал. Другая причина того, что птенцов-голубей нельзя встретить на улицах, в том, что они не покидают гнезда от 4 до 6 недель после рождения, пока не вырастут. Городские жители, как правило, говорят о голубях, как о летающих крысах, но голуби очень хорошие родители. Самец и самка вместе кормят своих птенцов, а если один из родителей погибает, то второй прилагает все силы, чтобы вырастить потомство, хоть ему и приходится в два раза тяжелее. Так что птенцы обычно выживают. После того, как птенцы покидают гнездо, они начинают игнорировать своих родителей и питаться без посторонней помощи. Молодые голуби присоединяются к стае птиц, живущих недалеко от гнезда, в соседнем парке, например. У голубей есть своя территория, где они в основном обитают, и если унести голубя оттуда, он постарается вернуться в привычные места. Но, наверное, то, что мы не видим птенцов, даже хорошо. Они очень некрасивы. Почти голые, с редкими полупрозрачными перьями розоватого оттенка. А вот молодого голубя можно определить по нескольким небольшим пуховым перьям, торчащим из затылка.